Этого ждут более тысячи учеников. Новый проект позволит разгрузить переполненные классы. Пока же в старом здании 61-й школы ребята учатся в две смены. В недалеком будущем их ждет просторный спортзал, большая столовая, медкабинет и десятки учебных классов. Проверить ход строительства школы приехала комиссия, ее возглавила Анна Менькова. Но мы сюда заводим в одну смену детей? Конечно. В одну смену. Тысяча мест с 1 по 11 класс в одну смену. Что будет со старым зданием, решат специалисты. Но в новую школу, уверена заместитель губернатора, в первую очередь должны зайти первоклассники. Со сроками строительства и стоимостью проекта у подачков были проблемы. Сегодня им поручили ускорить работы подделки. Не стоит на месте и стройка школы в Краснодаре на улице Героя Яцкого. В сентябре следующего года полторы тысячи учеников разойдутся по новым кабинетам. Здесь был тактовый зал на 580 посадочных мест. Небольшой спортивный зал. Здесь, да, это типовые, вошедшие в реестр. Вот это общешкольные помещения. Школу возводит застройщик за свой счет в одном из новых микрорайонов города. В рамках федеральной крывой программы муниципалитет выкупит готовые учебные заведения. На это выделят свыше 1 миллиарда рублей. Большую часть, это 750 миллионов, край получит из бюджета страны. Итоги объезда комиссия подвела на совещании. На очереди в этом году должна выйти школа Хутор Ленина, правильно? До конца года, как я понимаю, вы этот объект сдаёте. И с 1 сентября следующего года туда заходят дети. Что касается школы в Кубернском, микрорайоне, объект строит инвестор, объект хороший. Наша задача сегодня завести этот объект в федеральную программу следующего года. Заявку на участие в федеральной программе Край подаст до 17 августа. Не будет сразу 7 социальных объектов региона, 2 из которых находятся в Краснодаре. Елена Всецина, телекомпания ФКТ.